Привет всем! Четверг, 12 июля. И у нас вернулась не то весна, не то пришла осень. Потому что стало прохладно. Я выходила, посмотрела на смартфон. Он пишет, что у нас плюс 13. Вот, так что, Шаня, пошли туда, наверное. Не хочет, смотрите, стоит. Ну ладно, пошли сюда. Смотрите, с удовольствием побежала. Так, прошло несколько дней от предыдущего влога. Что у меня было? Я закончила тем, что муж в селе. Я на рынке была и говорила, что ничего не покупала. Вот и хорошо. Он привез ведро вишен. Огурцов привез. Но мы решили не засаливать ничего, а объедаться ими. Такие вкусные, сладковатые. Ну, в общем, даже большие огурцы. И те, вот, жерна, они такие огромные, да, вот, как тыква. А маленькие, ну, настолько вкусные. Ну, в общем, что еще? Ведро вишни я на переработку не отдала. А помыла, просушила и кинула на заморозку. А так как у меня там было забито еще старой заморозкой фруктовой, все подоставала в мыску, засыпала сахаром. Вот, там ассорти у меня и вишня, и смородина, и черника, и еж-то, и даже немного калины. Где-то стаканчик. Ну, и, в общем, сварила варенье. Такое жидковатое получилось, потому что замороженные, я поняла, замороженные фрукты, они водянистые более. Ну, а к нам, когда приходят дети, ух ты, воробей прямо перед лицом прыгает, как будто бы специально. Требуется компот, и все иногда не сваришь. Вот, так я часто вот такое варенье разбавляю водой, 2-3 ложки на кувшин варенья такого, и воды кипяченой, и получается отличный компот. Слегка сладковатый, потому что у нас дети водохлебы, и любят водичку или компотик пить. Ну, в общем, вот это варенечко варила. А вчера зашли, после работы мужа встретили, зашли на рынок, купили смородины. Ароматная такая, пару килограмм, наверное. И думаю, куда идти, или туда может вернуться. Тоже на заморозку ее смородину, ничего не буду делать. Варенья у нас не идут, поэтому, а зимой, вот, или компот варить, или я делаю йогурты, размораживаю, в йогурты добавлять очень вкусно получается. Идем, и навстречу идет мужчина с собакой без поводка. И, наверное, точно он испугался. Ну, собака в шане. Такое впечатление. Раз, и на горку, на пригорочек побежал и скрылся там где-то за машинами. Так быстро он рванул туда. А где он идет, в телефоне. Как все молодые. Даже на улице не расстаются. И потом начинает оглядываться, а его нигде нету. и даже не знает, в какую сторону идти. Я ему говорю, он наверх туда побежал. Он что-то там ему свистел, свистел. А он не выглядывает оттуда. Ну, в общем, подрался, и он туда, на горку. Вот так и собаки мы теряем, да. Что-то собака им понравилась или испугалась, испугалась, рванула куда-то. Ну, в общем, ну, я думаю, что там все нормально. Она никуда не делась. Ой, ветер. Ну, и еще, конечно, я тратила свое драгоценное время на покупку, на закупку новых тканей. А это такой труд у меня. У меня прямо своя система выработалась. Я так могу назвать, когда в лотерею играют. Имеют некоторые свою систему, как-то рассчитывают, все. Вот и у меня тоже. Мне пишут мои зрительницы, что как вы их находите, эти ткани. как не зайду и ничего такого подобного не вижу. Ни разу мне писали. Вот. А я могла бы заказать и сотню позиций. Но вот я вижу их. Я не понимаю, почему другие не видят хорошие ткани. Вот сейчас у меня там в списке желанных наверное десятка-два может и три. И я каждый день захожу проверяю как на них кто-то глаз положил или нет. И вы знаете некоторые да, есть забронированные некоторые купили а некоторые вот и не замечают даже с прошлого завоза там есть очень симпатичный вискоза ну штапель мне кажется и чудесная расцветка но там метраж большой два куска по наверное по два или по три метра и цена уже снижена была но вот если никто не купит еще когда снизят цену я его заберу вот я вижу с него классное платье будет ну в общем поэтому у меня своя система выработалась и конечно же уходит время на это но мне доставляет удовольствие я так сказать развлекаюсь вот а почему бы и нет мне нравится рассматривать ткани обожаю я их настолько люблю что мне доставляет удовольствие каждый кусочек посмотреть рассмотреть фактуру на фотографии там видно вот и я понимаю уже когда из корзины выбрасываю хоть мне понравилось но не все же я беру выбираю из того количества определенную там часть а остальные из корзины удаляю Таня а ты где трактор тут торстит капец какой-то допотопный едет и я удаляю в основном те которые знаю что не заметят их ну конечно приходится удалять знаю заведомо что их сразу подхватят и такое есть я и знаю что если я не куплю значит их подхватит кто-то другой но не все же только мне вот я бы все забрала ну в общем мне доставляет удовольствие вот это этим делом заниматься рассматривать я каждый день усаживаюсь вот перед этим я просматриваю каждую ткань которая поступила вновь поступившую даже даже синтетику и ту иногда бывает я посмотрю и думаю о я бы не против взять и синтетику видно что качество потому что синтетика синтетики роз качество неплохое там цвет там или расцветка хорошая вот поэтому каждый отрез я просматриваю из нового завоза вот и составляется так список у меня так список желаний у нас продолжают школу декорировать утеплять своего рода декор вот как красиво получается такой красивый желтый цвет но из последнего заказа я вчера уже и сшила нижнее платье для своего шазубля туники которую мне написала одна вы на корову похожи я как-то психанула и удалила комментарий а потом начала ржать я поняла что она имела ввиду вот у каждого вызывает свои ассоциации какой-то рисунок какой-то принт и я поняла потом уже что она имела ввиду принт а действительно как корова чернорябая в нас говорят такими пятнами черными вот точно я потом уже поняла но у меня таких ассоциаций не было пока вот не написала мне дама это у меня сестра двоюродная вот у нее тоже какие-то ассоциации она как видит ой а эта ткань то а эта ткань эта как я вышивку сделала не нравится мне что ты тут цепи сделала какие цепи а там так рисунок переплетено ну действительно ну цепи ну у меня не было в голове но когда я себе вышила золотистого это тритона на платье она тоже боже что ты за мерзость вышила ну я не знаю меня не вызывают таких ассоциаций мне нравится не нравится всю вот поэтому вот и этот шазюбль мой у меня не вызывало ассоциаций что коровий принт но принты животных всякие есть и кигровые и леопардовые и в общем ну может еще она имела ввиду мою немаленькую фигуру ну не знаю в общем ну в общем ну я вообще-то я не скажу что я обиделась но мне интересно когда пишут подобного рода комментарии вот они как думают приятно будет читать неприятно или специально пишут чтобы было неприятно вот чтобы я каждый раз когда одевала и думала что это я на корову похожа ну в общем так можно и отбить охоту человеку носить что-то или не обязательно носить а мало ли что купил и тут написали что ты там на кого-то похож так маленькая собачка какая бежит есть такие собачники которые держат своих животных и не подпускают к другим и вот и эта девушка она прямо ее тянула собаку так хочется подбежать к другой собаке а их бывает насильно оттягивает я не знаю что они преследуют вот хозяева но сильно бояться не знаю или заразиться чем-то ну а ему так хочется он же так хотел она ему прямо чуть шеи не передавила так вот утаскивала чтобы к Шане он не достал Шаня шла вообще на него и не обращала внимания вот так мы уже идем домой наша прогулка подошла к концу вот там еще одна собачница Нина там цвету уже остались питуньки вот до Шани приговаривает как привет всем пятница 12 идем на прогулку это у нас тут пирокарня что значит парикмахерская или как у Голохвастого было парикмах хкерская кажется так и выговорить тяжело проня прок она когда отец говорил цирульня из-за канавы папенька не цирульня а парикмахерская мы цитируем этот фильм разобрали по цитатам так Шаня машина и цитируем его вовсю обожаем этот фильм едут вот так пошли теперь Шаня молодец умничка ты моя так что сегодня будет мы вчера Настя совсем закончился но он так налетает прошел и нету ну в общем мы выходим из-под навеса а Шаню нельзя вытянуть тяну и она уперлась не хочет чтобы на нее дождь капал пока я не сказала пошли папу встречать там папа уже вот ну вот я говорю тата мы мы же на украинском ну в общем потом пришли мы там возле орнамента снова дождь начался снова мы прячемся вот так мы вчера целый вечер прятались от дождя зашли в обувные Настя там себе присмотрела была еще ранее сапожечки полусапожечки на каблучке ну в общем оказалась эта партия бракованная поэтому я еще и удивлялась как за 100 гривен бракованная там замки никудышние уже расходятся она расстроилась так продавщица говорит как за такие деньги купите можно и поменять но я ее начала отговаривать говорю Настя Каня пошли туда ну пошли сюда там каблучок такой наверное сантиметров семь вот гены берут свое вся в бабушку на каблуках хочет носить обувь в отличие от ее мамы ну в общем я говорю Настя может еще и рановато если я говорю обувь на каблуках тогда надо без каблук какую-нибудь говорю ты будешь вот это бегать спешишь в школу на этих каблуках ты же не сможешь так быстро вот ну в общем а сама я ходила уже начала ходить на каблуках в таком возрасте помню еле дождалась вот ну в общем другие там она присмотрела и мне там понравились в общем дед нам выделил деньги вечером и мы сегодня собираемся идти покупать посмотрите и даже пень в апрельский день приукрасили пень это только вот сделали потому что не было этого и вчера я проходила здесь не видела ну бывает вы знаете как говорят смотришь книгу видишь фигу иногда ходишь мимо а потом случайно как-то так обратишь внимание иду говоришь ой смотрите как уже говорят да оно уже давно так ну в общем так вчера Настя закончила этот сарафан они купили пуговицы я говорю у меня пуговицы я не нашла у себя ну в общем они пошли купили пуговицы такие как Настя хотела я думала в тон а Насте захотелось не в тон а контрастные и так классно вышло я говорю Настюня ух ты молодец у меня так не получилось я говорю то что я задумывала я думала телесно так с розоватым оттенком а получилось классно вот с теми пуговицами что она купила ну в общем уже я вечером сделала петли пуговицы пришила и сегодня Настя заберет правда погода ж такая не сарафанная вот сейчас прохладно где-то наверное градусов 16 или 17 ну в общем я платье шерстяное еще и куртку одела вот там я говорила песто кафе у нас итальянской кухни и Виктор Юрьевич был выиграл ну там абонент на 500 гривен прийти и заказать на эту сумму и что вы думаете до сих пор он у нас не использован ой на велосипеде довольно часто встречаются люди на велосипедах на рулеров на работу наверное ездят меня бывает спрашивают в каком районе я живу у нас называется район очень красиво Виноградарь здесь когда-то в дальние времена виноградники были как я читала когда-то в газете вот и монастырь был ну и монахи выращивали виноград виноделием занимались это достаточно нередко вот ну и в общем потом здесь были мельницы вот здесь вот там дальше пятиэтажки идут хрущевки этот район называется ветряные горы и вот действительно у нас ветер постоянно мне когда пишите что а что ты шляпы не носишь здесь у нас шляпы нельзя носить потому что у нас нету такого дня чтобы у нас ветра не было я последнюю шляпу когда я погоняла за ней побегала вышла в шляпе руки были заняты я и головой и разный ракурс выбирала но все равно у меня два или три раза шляпа слетела и ветер ее понес ну в общем и после того я перестала носить шляпы в общем здесь у нас ветряные горы как бы вот на горке мы так живем я говорила что у нас никогда здесь не подтапливает после сильных дождей а о сейчас покажу цветочки здесь в этом вот снова клематисы цветут белые а где-то там были и синие но сейчас не цветут ну в общем здесь у нас этот воздух чистый потому что не застаивается обычно воздух застаивается в низких местах где плохо продувается вот а у нас здесь постоянно ветер предприятий никаких нету такие обслуживающие а так здесь когда-то институт был я показывала в рела офисный центр там не знаю чем там занимались уже не помню как он и назывался мне кажется его уже нету а эти помещения сдают под офисы ну там я говорила что выпекают потому что оттуда ванилью видно цех какой-то кондитерский арендует ну а так предприятий никаких у нас здесь нету вот поэтому чистый воздух вот конечно же мы на окраине Киева и я уже тысячу раз говорила что такие районы в уходе нуждаются но мало средств наверное выделяется мало в общем интереса у власти приводить порядок в таких отдаленных районах которые далеко от центра мы от центра где-то час езды вот ну достаточно далеко хотя по размерам города это кажется недалеко но если взять где-то ты живешь в селе и час ехать тебе до областного центра это получается очень далеко но в общем но ничего зато у нас свободно места много да здесь много неухоженности вот но я говорю что вот даже с Шаней погулять выйти мы в центр когда приезжаем там ходит я все время думаю где они с собаками гуляют людей много ходит по тротуарам вот как между людей ходить с собакой вот присесть пописать как Шаня вот может в любом месте вот зелени мало Шаня сюда куда 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 зелени мало там воздух плохой поэтому я всегда говорю что лучше в таком разбитом районе неухоженном чем в ухоженном центре где все вылизано блестит так сейчас нас догонит нашу парадную тоже собачница и тоже Оля погуляет каждый день мы встречаемся с пуденем вот сейчас пообщаемся камеру выключаем привет и вот снова суббота сегодня тринадцатый как это в пятницу не попало и мы на утренней прогулке с Шанюхой на улице прохладненько приятно вот ночью открытое же окно у меня и то не сильно верхнее проветривание и очки не взяла прямо в глаза так здорово спать укрылась пледом а потом утром когда вылезла ого как холодно и вот как по-разному в нашу сторону ветер ну в смысле в ту сторону где мы с Шаней спим у нас прохладно у мужа вообще никогда не закрывается окно на ту сторону и в комнате вот это наконец-то стало более прохладно а то душно было заходишь как две квартиры у нас прохладненько у него душно но ему такое нравится он любит когда тепло и даже душно вот а мы с Шаней любим прохладно о Шаня как это Шаня прямо побежала правильно молодец ты думаешь а там снова митинг вчера мы Аня это она в кусты побежала справлять свою нужду вчера мы вот так же идем вечером смотрю людей там столько машин людей говорю я и как раз по телефону разговариваю с Викторией ой говорю там что-то случилось что-ли вот а потом слышу музыка играет ааа думаю ааа это наверное точно какой-то извините гандон приехал медит в депутаты когда точно молодой чудес уже глянулся услыхал как я назвала а я их всех называю так так они пошли это мое неуважение к ним всем когда ближе хожу думаю там людей много музыка играет кто же это там будет у нас же выборы они же сейчас к народу спустились вот я когда подходит девушка снимает на смартфон видео говорит вы пришли на встречу с этим с Михаилом Саакашвили вот я говорю а что будет тут встреча с ним я говорю я просто хожу говорю и думаю кто же ты тут к нам приехал ну в общем здесь на ступеньках он выступал там я знакомую встретила но муж с работы подъехал но я сразу же говорю так пошли так мой муж говорит боже неинтересная ты женщина нет постоять послушать я говорю не хочу я слушать я ничего там нового не услышу не хочу меня раздражает слушать вот этих извините еще раз поцел ну мы ушли я говорю можешь оставаться я говорю я пойду а ты оставайся слушай ну в общем тоже да нет и я пойду но я же говорю так прям всю дорогу возбуждался что я неинтересная женщина что не интересуюсь таким а я говорю ты же эти ток-шоу смотришь и мне приходится слушать где они без конца выступают с канала на канал ходят в общем не говорю не хочу еще время на них тратить я я в этом году первый раз задела этот жакет как-то как-то не приходилось весной то ходила в чем-то таком теплом потом тепло стало а потом жарко совсем ну в общем как-то переходишь сразу из курток на платье а это такая возможность походить в жакетах длинным рукавом изделия да и вообще самое главное тут не то что походить в тех нарядах а в том что как же приятно вот и сейчас такой достаточно прохладный воздух но настолько приятно даже не передать словами честно вот смотрите что у нас делается это почти возле каждого дома котлованы потому что у нас грандиозное событие просто грандиозное даже не верится вот смотрите снова привезли уже сюда трубы сколько нам капитально меняют трубы вы представляете это же прекратятся бесконечные прорывы которые у нас которые я показываю постоянно на канале вот посмотрите сколько труб мы вчера проходили и сможем прямо радовались новейшие в общем вот там посмотрите сколько техники сюда и Кличко наш мэр приезжал в общем капитально меняют полностью это ну просто душа радуется потом надежда что они заасфальтируют все и это сейчас говорят трубы на 50 лет рассчитаны ну хотя бы лет 20-30 простояли я правда говорила супругу говорю а что же будут коммунальщики делать увольнять будут их или как если такие трубы новые положат не будет прорывов что же им делать работы не будет так что у нас вот такие приятные дела идут ну будем надеяться что так и будет я надеюсь что не локально только там потому что там уже это под каким под пятым домом это делают что и к нам придет вот наш этот микрорайончик небольшой полностью поменяет иначе какой смысл какой-то там локально поменять на небольшом участке а остальные трубы гнилые и те у которых заменены трубы новые будут стоять без воды или без тепла потому что на трассе остались и старье гнилое вот так что самое главное пережить вот эти неудобства там через двор нельзя пройти потому что они же все 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 разрыли вот так шанечка пошли вороли дерутся что ли а там две я вижу в кроне сидят и одна на вторую гонят что ли или семейная пара муж с женой поругались на него говорит где ты ночевал что тебя не было дома у нас дождь а это вечером у нас дождь пришел что лужа что ты не помни вот честно как прошел день уже не помню что там что кушал что было вот о забыла сказать я мы в обувной сходили оказывается этот магазин закрывается поэтому там тотальная распродажа 40-50% скидки на обувь ну в общем я себе отхватила босоножки типа сабо ну такие открытые задник вперед закрыт а Насте мерили мерили и так ничего и не подошло так мы и не купили жалко ну в общем и у меня кожаные на танкеточке в общем красивого цвета такого перфорация вот и под мои бежевые брюки вообще будет супер так идем как это здесь лужи нет обычно здесь лужа стоит постоянно а это нету только грязь так идем домой воскресенье 13 сегодня 14 вот я всегда в числах путаюсь и утром я не брала камеру а это мы вышли на прогулку все вместе типа погулять и в магазин зайти типа типа да ну в общем вышли а тут и дождик чуть-чуть так каплет мы между каплями да ну кружочек сделаем прогуляемся я в новых новой обувке решила не откладывать длинный ящик обновить когда камеру подожди подожди Продолжение следует... Вот тут сиделы свиньи. Вот как можно плевать. Да, Шаня? Ну, как всегда, мы ждем папу, а он пошел в магазин. Вот тут у нас перед выборами агитации. Вы с Рейбой уже проходили те выборы 21-го. В день рождения моей Виктории будут выборы. Я мужу сказала, что я так выразилась была. Так он, Боже, как ты могла? Я говорю, я выразила свое отношение к ним. Так что еще раз прошу извинения за такие слова. Ну, крутые словца в нашей жизни присутствуют. Ой, байки! Байкеры! Вот какой байк поехал классный на трех этих колесах. Это же надо! Я вообще обожаю байкеров. Это люди свободные, как птицы парят по этим дорогам. Ну, в общем, раньше я слушала программу байкерскую на Радио Рокс. Вот. И раньше мы ходили на всевозможные акции, где присутствовали. Это мы сейчас дома сидим. Вы знаете, почему-то в последнее время вот не хочется никуда идти, там, где сборище людей. Вот больше десяти человек уже все, меня напрягает. Когда-то мы День Киева никогда не пропускали. Всегда мы ходили праздновать. Теперь и не вытянешь. Я как вспомню, как будут идти затылок в затылок людей сотни тысяч на всех акциях, какие проходят. Ну, не хочется. Вот хочется, если бы там никого не было или было совсем мало людей, я бы с удовольствием пошла. А когда там толпа народа, ну, в толпе, ну, абсолютно не хочется лазить. Ну, все, мы ждем папу. Шаня сидит на травке. Очень часто она и на лавочке, если я сажусь, и она сидит. Ну, покажу поближе мою оболку. Вот такая классная. Как раз под эти брюки вообще супер. Кожаная полностью. И внутри, и снаружи кожа. Ну, в общем, хорошего качества. Наш производитель, но отличного качества. Собакули побежали. Маленький черный какой интересный. Как игрушка. Вот. Чуть-чуть дождик пролетает. Но приятно. На улице не холодно. Говорили, зараз в Киеве 23 градуса. Там что там, машины мигают. Уборкой, что ли, занимаются. Зашли мы в торговый центр. Вот тут Шаня так, в ниши такой. Мы всегда здесь. Она ожидает здесь папу. Сегодня распродажа Палинопсиса. Вот написано. Камбрии, Мельтонии, Пассифлора и Антуриум. Вот такой у нас торговый центр, который вы снаружи видите постоянно. Аптека. Здесь у нас самоцветаны. Вижитерии это ловят. Здесь детский магазин. Будинок и грушек. И в общем здесь телефоны. О, сколько лего всевозможных. Здесь у нас косметика. Оно все моющие средства. Вот. Идут. Дальше у нас идет обувный. Вот. Кое-что мы здесь покупали. Здесь производители изменились. Но производители наши здесь. и вот нижнее белье здесь. И швейная промышленность наша представлена. Платье, козы, сумки. Это тоже наш производитель. Вот. В Бурде подобное платье есть. Один в один. собачьи и котячьи принадлежности и корм. Это украшение золота. Золота с крыльника. Ну, это тоже один из любимых магазинов, где торгуют всевозможными интересностями, гаджетами. вот он. Аж Аня не захотела со мной ухи. Осталась. Продуктовый у нас очень популярный. Здесь никогда не бывает пустых. Всегда людей полно. Всегда. еще здесь и второй этаж есть. И вот лифт работает на второй этаж. Вот. Мужчина будет ехать. Вот. Поехал. Ленивый. Рядом лестница. О! И наш папа уже купил. Он уже вышел был. Но потом я его вернула потому что он не купил мясо Шане. Как он мог? Еще в одно место идем за фаршем ей. Буду сегодня делать ей котлеты. Там дешевле. Такое ямище ради того, чтобы развернуться. Вот уже в этом дворе поменяли. Подождите, что творится? Капец. Так это так и бросит. Витя говорил нет чтоб сделали по воздуху шли эти трубы говорит. Менять лучше. Видно где капает. Чем говорит под землю держит. Смеется. Ай капец вон все. Но зато радует что поменяют. Ну Витя это наш массив. А тебе приятно было что тут рыли без конца? приятно. О какой страшный. Мы отойдем смеемся как он лает. Это же на шаню наверное. Смотри. Витя говорит как тапочком об землю линолеум у тебя ассоциации. Ну а что придумать о чем нужно. Ну послушай. Ну и смотри не умолкает. Мы шли на всем протяжении как мы шли и он вот это туча сунет. Дождь будет или нет неизвестно но что-то похоже. Надо быстро быстро поближе к дому. Как все хотят до корыта посмотреть агитации там где-то тоже агитируют чтобы за них голосовали на весь массив. Ах корыта корыта все туда соберем властность владу олигархи забезпечим украинцам или машина едет из из земли и потребуют в архиве и потерян российско-украинской войны идут по списку добрых 21 лет на лесу Так удираем домой тоже гром вдогонку о гром да да гром вот домой быстрее не дай бог нас тут застанет ну мы уже рядом с домом уже не страшно вот и дождь на улице а я уже успела приготовить выходного дня обед мы часто стейки жарим свиные перчик мороженый был огурчики помидорчики сегодня у меня пирог с творогом вот певцо в общем ух ты дождь какой пустился не зря мы спешили домой но все на этом буду заканчивать говорю пока пока всем до новых встреч а мы пойдем трапезничать да наслаждаться ножики давай день рыбака да всех рыбаков с праздником надо Нину поздравить она рыбачка там на телеграме мы общаемся но до свидания до новых встреч спасибо что заходите смотрите что пишите пишите обязательно разные комментарии всякие вот не обязательно что что-то там мне писать восхваленное а правду пишите да правду пишите мужу говорит я когда и начинаю вспоминать какой-нибудь комментарий это не говорит что он меня больно задел там или я расстроилась ну я просто вот поговорить на эту тему там высказаться вот но я абсолютно их не запоминаю и даже не помню те которые я заблокировала что там было написано вот ну все пока-пока